Привет, я вернулась в строй, напоминаю, это Аня, сертифицированная жертва, мазохистка, созависимая. Сейчас я из этого выхожу, я это все осознаю, и какие-то вещи придется сублимировать, потому что это большая часть меня. Я без отношений, без отношений, но с долей драмы, драма с семьей, драма с бывшим мужем. Но все равно чувствую себя прекрасно, и знаете, что хочу сказать, что иногда я ловлю себя на мысли, что, боже мой, какая я молодец, что все-таки вышла из этих абьюзивных, токсичных отношений, где мне было плохо, мне было плохо. Я просто ненавидела жизнь, и я не уходила, я не уходила, не уходила. Я 7 лет провела с человеком, и я не знаю, как у меня терпения хватило, у меня ангельское терпение. Я сейчас расскажу, что произошло поподробнее. История с моим бывшим мужем, это то, что я хотела рассказать в тот момент, когда это происходило в 2019 году. Я делала некоторые видео, потому что я знала, что мне не поверят, возможно, если я скажу, и в дурку отправят. Ну вот, может быть, я покажу одну из них, где там без лица, в конце, возможно, не знаю, если решусь. И да, ловлю себя на мысли, что я молодец, что мне хватило все-таки сил, хватило силы воли. Потому что, когда ты как наркотику, к этому трэшу привязана уже, да, как наркотическая зависимость от абьюзера, может, какой-то стокгольмский синдром, когда вроде бы я до сих пор этого человека, ну, как бы не защищаю, но я, если с ним что-то случилось, я бы, наверное, там, его вытащила там из, не знаю, отделения полиции. Или если бы он заболел, я бы приехала в больницу, да, отец моего ребенка, все равно у меня есть что-то к нему, какая-то привязка такая сильная, но мы до сих пор общаемся, один день нормально, один день он меня тиранит. Ну вот, знаете еще, что я хотела сказать? Я изучала тему психопатии и нарциссизма уже много-много лет, и я наткнулась на психолога, она преподает в московском ВУЗе, и она занимается вот этим вопросом, и она консультирует и лечит психопатов, и она очень такая эмпатичная, и она говорит, что свеча, она может зажечь, например, всю темную комнату, то есть немного света осветит тьму и тень, то есть она как-то вот так вот метафорически объяснила, чем она занимается, и что тихонько, по чуть-чуть, по чуть-чуть, шажок за шагом можно исправить этого психопата, ну, конечно, обычным людям не рекомендуется, и то, он чуть-чуть там исправился, она рассказывала, ну, прогресс у человека, ну, это вот просто минимум, он непригодный, наверное, для отношений, все равно, но что она сказала, мне очень-очень откликнулось, что характер человека и сам человек, это две разные вещи, то есть характер и расстройство личности может быть невыносимое, плохое, плохой характер, тяжелый человек, с ним тяжело общаться, с ним невыносимо быть, он высасывает у вас энергию, но сам человек может быть хороший, действительно такое может быть, а может быть, наоборот, человек с гнильцой, но характер у него прекрасный, прекрасный характер, услужливый, удобный, щедрый, приятный, и мне это напомнило моего престарелого ловеласа, какой же у него удобный характер, все его любят за то, что он им может дать, а вот по сути человек и изменяет, и врет, ну, вот я считаю, это плохой человек, вот серьезно, а мой бывший муж, я считаю, что в нем есть качества достойные, есть качества достойные, но характер невыносимый, невыносимый он любит скандалить, любит выводить на эмоции, любит тиранить, вот ему заставляет это удовольствие, когда тебе плохо, а есть какие-то моменты, где я могу сказать, что он достаточно достойный, там он, наверное, может меня в каких-то ситуациях защитить, он честный, в общем, вот такой парадокс, ну ладно, уже пять минут прошло, а я еще ничего не сказала по ситуации, в общем, смотрите, что произошло, расскажу по фактам, без, очень объективно, очень объективно, потому что я до сих пор с этим разбираюсь, ну вот, что произошло, смотрите, я родила ребенка, очень, очень у меня такая была желанная беременность, все хорошо прошло, я ходила по лестнице на работе, на третий этаж, на первый, на третий этаж, на первый, до последнего дня 9 месяцев, я чуть в офисе не родила, я хорошо себя чувствовалась, в общем, дочка для меня, это была такая сладость, я все нюхала, это был окситоцин, было все замечательно, я была, я кайфовала, и мы решили, что я уйду с работы, и, ну, какое-то время посижу с ребенком, потому что через три месяца нужно было выходить в офис, и такая система, что сдаешь ребенка в садик, ты молоко откачиваешь в офисе, это какой-то трэш, это какой-то трэш, это сюр, и, ну, я не могла трехмесячного ребенка отдать в садик, я говорю, делай, что хочешь, давай, я буду сидеть дома с ней, я не смогу ее туда отдать, ну, это важно для ребенка, чтобы мама за ним ухаживала, ну, до года точно, в общем, это Америка, это Америка для вас, поэтому, знаете, что я заметила, что тут дети, родители, как-то не так любят, у них не такая связь с родителями, как вот в наших странах, вот серьезно, потому что какой-то дисконнект он в детстве произошел, вот из-за этого всего, как тут устроено, в садике отдают, все, 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 ребенка сдали, и молоком-то не кормили, ну, кто как, ну, я вот вижу вот такую тенденцию, что дети вообще и не уважают родителей, и нету там такой большой любви, ладно, неважно, это какие-то мои эти observations, так, давайте по факту, вот я была очень счастлива, и, ну, муж мой всегда такой был 50 на 50, ты работаешь, я работаю, и он очень ленивый, он очень ленивый, он не любит работать, ему бы найти какую-то богатую женщину постарше, чтобы она его обеспечила, это, наверное, будет для него идеальная жизнь, и не одна я говорю, что он ленивый, его отец тоже, как бы, так считает, у них свой бизнес, и он риэлтор, и вообще он ленится, 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 и не так много зарабатывал, и случился вот такой переломный момент, когда ребенка было 6 месяцев, и мой муж сидел в гараже, я не знаю, что он там делал, но до этого он уже был очень отстранен, у него какой-то был взгляд бешеный, как будто он меня избегал, я думала, что-то странное с ним происходит, но я не могла понять, за это мы пошли на свадьбу, мы пошли на свадьбу, и он там просто меня оставил с незнакомыми людьми, всю свадьбу где-то там шарахался, сам не свой, какой-то вот гипермания у него какая-то была, и я говорю, пожалуйста, побудь со мной, потому что я тут никого не знаю, а я с лялькой на руке на свадьбе, и я тоже хотела выйти там потанцевать, или что-то такое, я говорю, посиди с ребенком, я тоже хочу там повеселиться, пойти еды там набрать, там был шведский стол, и он как-то там, ой, подожди, подожди, в общем, он был какой-то отстраненный, немного неадекватный, я тогда думаю, ну ладно, ну как бы не сильно обращала на это внимание, так вот, вот этот вот переломный момент, я кормила ребенка грудью, ей было 6 месяцев, сидела в своей спальне, а он часто время проводил в гараже, что он там делал, я не знаю, и вдруг я слышу крики, бешеные крики, вот такие бешеные крики, я пугаюсь, он полуголый, поднимается наверх, у нас был таунхаус, два этажа, со шваброй, он орет, как, знаете, как разъяренный медведь, и кидает в меня швабру, а я кормлю ребенка, я говорю, что вообще происходит, что такое, он орет, потом он что-то по стене бил, кстати, когда я переехала из дома, и я даже как-то из этого гаслайтинга этого не замечала, у нас двери все были переломанные, потому что, когда мы ругались, я закрывала дверь, а он ее просто ломал, все двери переломанные были в доме, и я как-то, почему-то какой-то момент, я считала, что ну, ну так и так, в общем, у меня был стокгольский, стокгольмс, ну вы поняли, сидром, еще какой с ним, ну вот, я, кстати, не совсем его ввиню, вот именно в этой ситуации, которую я сейчас буду рассказывать, потому что человек либо тронулся умом, либо эзотерики мне по-другому это все объясняют, я пока это не буду затрагивать, ну, вообще, разъяренный медведь бежит на меня, орет как резный, что-то непонятное, бросает в меня швабру, и я в шоке, я в шоке, я еще в халате, и босая, и что я делаю, беру ребенка, и просто бегу вниз, он, он что-то застрял на втором этаже, и орет, как какой-то дичь, какой-то дичь, я, возможно, выставлю это видео, потому что я начала снимать, там только звук слышен, потому что я знала, что я буду использовать это в суде, в итоге я это ничего не использовала в суде, потому что это было очень дорого, впоследствии мне там насчитали 30 тысяч долларов минимум, чтобы судиться с этими видео, и там разводиться, вот, ну, я выбегаю с ребенком на улицу, ночь, он кричит, потом он оказался голый, как-то, он оказался голый, он кричит, мне страшно, я не знаю, что делать, но я взяла ключи от машины, и соседи выходят, потому что таунхаус, знаете, они близко, соседи выходят на улицу, говорят, что случилось, я говорю, я не знаю, что случилось, я не знаю, они слышат эти дикие крики, они смотрят, кто-то там зашел в дом, они говорят, он голый, он голый бегает, и у него еще тогда, кстати, не было грин карты, прикиньте, у него еще тогда не было грин карты, и кто-то говорит, соседи, я вызываю полицию, я вызываю полицию, а я им говорю, не вызывайте полицию, у него нет грин-карты, представляете, какая сертифицированная жертва, ну, и она все равно вызвала полицию, потом я об этом слышала несколько лет, какая я предательница, то, что полицию вызвали, хотя это не я сделала, и его забрали на три дня в психушку, потому что такая система в США, если ты, ну, психуешь, если ты суицидал, суицидал, ну, вы поняли, что такое, да, на грани суицида, они тебя забирают, только могут по закону держать три дня, а потом ты должен согласиться, если ты соглашаешься, ты остаешься в психушке, ну, конечно, мой муж не согласился, и он вышел через три дня, ему, наверное, что-то дали там, ну, и сказали, что вроде подозрения, на шизофрению, и это случилось в один день, как я думала, но на самом деле, я еще на своем baby shower помню, что он какой-то был потный, с дикими глазами, и я не могла его допроситься, со мной времени провести, я говорю, что такое, а он все такой, что-то бегает, что-то вот все время занят, и ничем он не занят, потому что он толком и не работал, ну, он считает, что он работал, но он мало работает по сравнению с другими людьми, я вам скажу, в общем, это, это, к этому шло все давно, но вот переломный момент случился именно в тот день, это было в феврале, это после было Дня Святого Валентина, потому что на видео там цветы стоят на столе, в общем, да, мне было очень страшно, и потом начали происходить такие вещи, он вернулся, он вернулся, он был сам не свой, глаза как будто были не его, голос был как будто не его, в какой-то момент он стал разговаривать с британским акцентом, он взял трубку, знаете, как у Шерлока Холмса, и ходил с этой трубкой, отрастил себе длинные волосы, откуда-то у него появилась грязь под ногтями, потому что, я даже не знаю, где он взял эту грязь под ногтями, какой-то был вонючий, грязный, у него пена изо рта текла, я попросила его в другой комнате остаться, потому что мне было страшно, я говорю, ну извините за какой-то переломный момент, и он согласился, и как-то, знаете, два часа ночи, у меня маленький ребенок, грудничок еще, я слышу какие-то голоса про дьявола, про сатану, как будто он там разговаривает с ним, да, я иду по лестнице тихонечко, и смотрю, он танцует, вот так вот, танцует, и он меня не видит, я такая, эй, эй, что происходит, он меня не видит, он танцует, а потом он такая на меня смотрит пустыми глазами, это так было жутко, это так было жутко, потом я долго разбирала, что это могло быть, я теперь абсолютно верю, я зашла в эзотерику, абсолютно верю в сущности, в демонов, потому что, ну я видела глаза, я видела эти глаза, это другой акцент, это злость на меня, он стал меня ненавидеть, он стал меня ненавидеть, и проявлять ко мне дикую агрессию, меня унижать, кричать на меня, и я понимаю, что человек был нарциссиком-манипулятором, он им был всегда, но это было, знаете, завуалировано, это не было опасно для моей жизни, да, психики он там ковыряет мою, но это был год, когда я жила в водич, это был ад, это был ад, и после года с помощью определенных вещей, мы его лечили, мы его там чуть ли экзорсизмом не делали, он вернулся в свое обычное состояние, вернулся в себя, ну и остался обычным нарциссом, занозой в жопе, заебистым мужиком, но вот этот год был страшный, мне было страшно, и знаете, много, ну вот тот момент, тот день, когда он танцевал, и он берет, включает плиту, и оставляет плиту включенной, зачем он это делает, непонятно, я думала, что он там сожжет этот дом, а, кстати, наш, наш таунхаус, там был пожар, по-моему, там даже кто-то погиб до нас, но пожар там точно был, там все переделано, и я, блин, пошла, выключила эту плиту, я не спала ночами, я не спала ночами, потому что я боялась, что он что-то сотворит, я боялась, что он за руль сядет, кого-то убьет, я много чего боялась в тот момент, и он стал гулять со своим боссом по каким-то барам шляться, и я потом узнаю, что его из баров выгнали, и он на списке тех, кому нельзя туда заходить, то есть где-то баров три, он не может туда зайти, у них там его фотография, потому что он находил, он дрался там, он вел себя неадекватно, и все это происходило с его боссом, то есть они были друганами, там тоже мутная история с ним, но об этом как-нибудь потом, но вот, вот такие дела, мне было дико страшно, и я вот в таком страхе жила, жила вот с февраля по июнь, и потом, я, кстати, пыталась начать бизнес, и мне не получилось его начать, он все свои деньги, которые у него были, он потратил, он кому-то раздавал деньги, ну вот, вот, было, вот просто невменяемая история была, и я сняла 4-1-к, свою с предыдущей работой, и заплатила там за квартиру, по-моему, за два месяца, потому что у него ноль на счету там был, и бизнес у меня не получился, потому что у меня не было денег, а так у меня была идея, у меня был товар, у меня была коробка, у меня все уже было, но так вот это все не пошло, до сих пор, до сих пор я не могу собраться с этим бизнесом, что-то меня стопорит. Так, уже 19 минут, ну, история, на самом деле, такая долгая, потому что, ну, вот, закончилось это тем, что я поехала в Испанию с ребенком, у родителей там квартира, и я там немножко оправилась, я зарядилась, это энергия стихии, наверное, и я вот реально там оправилась, и у меня есть видео с Испанией, я такая там страшная, я такая, как будто мне 100 лет, просто вот, вот здесь вот, ну, у меня филеры здесь стоят, ну, вот, хотя у меня филеры уже стояли с 2014 года, а больше я их не подкалывала, ну, ну, какое-то такое помятое лицо, серое лицо, почему-то глаза в три раза больше, чем сейчас, в общем, жуткий видон у меня там, я смотрю, думаю, боже, какая я была страшная, ну, вот, вот, стресс, он выбирает еще больше, долго не останавливается, вот, я сейчас вот считаю, что я намного лучше выгляжу в 38 лет, чем вот тогда, сколько, пять лет назад, да, пять лет назад, да, и, в общем, у меня столько стресса было, ребят, и у меня, я кормила ребенка грудью тогда, много было стрёмных таких историй, и после поездки в Испанию, там всего на одну неделю, я уговорила его родителей его забрать, потому что, я говорю, я не могу больше, а я несколько раз вызывала полицию, и они его забрали, потому что они боялись, что у него будет уголовное преступление, потому что он меня пугал, он меня пугал, я боялась за свою жизнь, я вызываю полицию, потом мне сказали полицейские, что, ну, ты больше так не вызывай, ты просто его выгоняя из дома, потому что, ну, это не решение постоянно нас вызывать, они через пять минут приезжают, он, как бы, меня защищает, он, шагуря с ребенком, он, он, он бешеный, ну, на меня, как бы, я думаю, что он меня убьет, короче, вот такой у меня период жизни был, и родители его забрали, потому что, если бы не забрали, у него было бы уголовное преступление, потому что несколько раз его в ментовку забирали, я не писала заявление, и тогда бы его депортировали, ну, родители, конечно, за их соображение его забрали на целый год, ну, вообще, навсегда должны были забрать, но вот ковид начался, и что-то я слабину дала, и его обратно пустила, какие еще моменты были, например, мы, мы идем, а, кстати, тут та история про то, как он опасался у девочки дома, была, был, был в тот период, когда он был невменяемый, кто хочет, посмотрите одно из предыдущих видео, трэш, наверное, он называется, трэш в созависимых отношениях, по-моему, да, вот это видео, да, много, много историй таких было, вот, например, мы, мы пошли куда-то, в какой-то ресторан, кстати, я, он, его босс, босс, его был нашим третьим колесом, очень часто, там тоже связь есть с этой историей, и просто мой муж идет рядом со мной, и такой бурчит себе под нос, ты ше, ты бе, ты мразь, ты, я тебя ненавижу, и я такая думаю, блин, и я тогда не верила в эту бесноватость, знаете, в каких-то сущностей, как называется, possessed, когда человек possessed, одержимый человек, я тогда в это все не верила, и я просто такая в ахере была, что происходит, он просто рядом со мной шел, и меня материл, так себе под нос бубнит, и материт меня, и тяжело было, тяжело было, много было историй, я сейчас все не вспомню, потому что я делала техники прощения по свияшу, я дышала холотропным дыханием, и делала аффирмации прощения, потому что вот столько говна в себе держать невозможно было, и опять же, я скажу, что не совсем я виню его, потому что он тоже через ад прошел, я прошла через ад, и мой бывший муж прошел через ад, потому что он не помнит вообще, я ему иногда говорю, что он творил, а он не помнит этого, я верю, что он не помнит, потому что он говорил с другим акцентом, он похудел за неделю, наверное, на паундах 20, и он такой сидит в гараже, у меня видео тоже есть, но я не буду показывать его, позорить, его костюм, он любил ходить в костюме, в пиджачке, такой, мне нравилось, мне нравился его стиль, классический такой, сидит в гараже, у нас сейчас срач, бардак, тоже плохо, что у нас такой срач постоянно был, и он курит трубку, волос он отрастил, такие кудрявые, худой, слюна какая-то течет постоянная, и знаете, что он сделал, он на своей машине посадил батарею, и на моей машине посадил батарею, потому что он ездил и оставил включенной обе машины, сначала одну, потом другую, я с ребенком говорю, слушай, а если мне нужно поехать в магазин, что я сейчас буду делать, обе машины, батарея села, он говорит, это ты виновата, у меня есть видео, ты виновата, ты вообще, ты какие-то таблетки раскидала по всему полу, бэйби, типа, дочка наша может подобрать и отравиться, и прикинь, что ты делаешь, этого вообще не было, никаких таблеток не было, то есть он вообще в каких-то сценариях живет, и говорит, ты, ты машина посадила, ты разбирайся с этим, у меня есть видео, я могу показать, могу скрыть лицо, и я такая, в ахере, что, что вообще происходит, а еще что он делал, он уезжает, я смотрю на часы, он уезжает в 3 часа ночи, или во сколько, приезжает в 5 утра, я смотрю на часы, я потом говорю, где ты шлялся ночью, а он говорит, я за сигаретами поехал, на 15 минут, то есть вот такие моменты были, потом еще он закрывался в комнате, и общался с какими-то девочками по веб-камере, с каким-то британским акцентом он говорил, про какие-то поездки, в общем, он вообще был невменяемый, был невменяемый, и я, да, так несколько месяцев прожила с ним, в страхе, в ужасе, и потом, слава богу, родители его забрали, и год я жила одна, я быстренько выучилась на тестера, быстренько нашла работу, ребенка в садик определила, в русскоязычный, я спала по 5 часов, везла ребенка в садик, ехала на работу, я жила, мы жили, ну, у нас дом был далеко от центра города, а работа у меня была в центре города, и садик был там же, но чтобы доехать от садика до моей работы, нужно было минут 30 ехать, потому что там маленькие такие дорожки, ну, в центре города там, пробки, в общем, мне много-много времени уходило на дорогу, я еще успевала как-то с девчонками встречаться, и гулять в какие-то бары, ходить, это, конечно, плохо было, то, что я там сцеживала молоко, напивалась, ну, ребенка, когда иногда отдавала родителям, вообще, я об этом вспоминаю, мне так стыдно, я очень много пила, конечно же, я до сих пор, не, я уже не кормила ребенка грудью, да, в тот момент я уже не кормила, то есть я загуляла конкретно, конкретно, потому что, не знаю, я сорвалась с цепи, и, ну, не конкретно, людям казалось, что я загуляла конкретно, потому что я постила на инстаграме все, и, ну, я выходила раз в две недели, наверное, ну, у меня тоже не было возможности, я работала, и у меня ребенок был полтора года, но, конечно же, я отдавала иногда ребенка родителям, потому что, ну, как бы должно быть общение с бывшим мужем, они там его, но он был в терапии, мы поставили биполярное расстройство, хотя ни хера, это не биполярное расстройство, посадили его на литиум, нифига ему не помогало до того, как я не обратилась к эзотерикам, и мы его не начали чистить, и тогда только он пришел более-менее в себя, никакие таблетки ему не помогали, вообще, абсолютно. Вот, и чем заканчивается эта история? Ну, тем, что он вернулся в себя, превратился просто в такого же нарцисса, какой он был, и он психологически меня там уничтожал, но я уже не боялась за свою жизнь, как в тот год, да, ну, вот такая история, я не знаю, как-то я так это не структурировано рассказала, наверное, но надо было мне это рассказать, ну, сложный очень период в моей жизни, но сейчас я благодарна этому опыту, потому что я была потеряшкой такой, я была потеряшкой, алкоголичкой, я еще была либералкой такой, чуть ли не феминисткой, сейчас это, конечно, я смотрю на таких людей, да, я очень сильно изменилась, я обрела веру, я ходила в церковь, ну, конечно, церковь запрещает все эзотерическое, но без этого мне никак было не справиться, потому что я увидела, как это называется, экстраординарное что-то, да, я увидела что-то такое, что не поддается логическому объяснению, что вроде бы как в объективной реальности мистики не существует, да, я, кстати, была приверженница этой теории объективной реальности, Эйн Рент, очень долго я была в этом, а потом, а потом я такая думаю, мистика существует, и это все очень субъективно, это, короче, такое, и по шапке я получила за какие-то грехи очень сильно, очень сильно меня это сломило, но вот этот чисто огонь и медные трубы, через что я прошла и с ребеночком на руках, да, было такое, что мы ругались с бывшим мужем, ребенок был посредине, и она всегда, знаете, она может, он может кричать как резаный, и она в три года уже принимала его сторону, она говорит, а папа, папа не кричит, это ты кричишь, а он говорит, Майя, скажи, что мама кричит, у меня даже тоже такое видео есть, потому что я хуевала просто, и дочь такая говорит, мама, это ты виновата, а не он, и до сих пор, до сих пор она его защищает, потому что и бывает такое, что он начинает на меня гнать до сих пор, а она встает на его сторону, но бывает такое, что она и говорит, папа, не кричи на маму, или очень скажет, типа, ну это уже так, это уже цветочки мне по барабану, я уже знаю, нарциссик, чудик, придурок этот, я к нему нормально отношусь, я к нему, я считаю, что есть в нем хорошие качества, я к нему лояльно отношусь, чтобы он там не делал, но этот дурик, но даже иногда ребенок говорит, папа, ты не обзывай ее, ну это уже трэш, или он такое может сказать, мы на видеосвязи, потому что мы созваниваемся каждый день, и он может сказать, а что-то не накрашено, что-то такая типа страшная, и ребенок говорит мне, не мне, а вот Майя с бывшим мужем, и она ему говорит, слушай, мама красавица у нас, она красивая, зачем ты так ей говоришь, и он такой, да, мама красивая, да, мама красивая, ну зачем, знаете, ставить ребенка в такие ситуации, это уже другая история, но сколько раз это было, я не знаю, она будет сидеть в кресле у психотерапевта через 15 лет, через 20, через 30 лет, и все это, наверное, рассказывать, не знаю, как на ней это все отразится, конечно, конечно жесть, ну вот, наверное, пока все, долгое видео получилось, и, наверное, я приложу кое-что, объясню, что я прикладываю, это тот момент, когда он со шваброй голой на нас набросился с ребенком, мы выбежали на улицу, я чуть-чуть там смогла записать, и только слышен голос, только слышен голос, то прислушайтесь просто к голосу, и там какая-то дичь невнятная, ну вот, и делайте свои выводы, что это было, ну все, давайте, до следующих встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok